Здравствуйте! В эфире новости спорта. В студии для вас работает Сергей Михайлов. В 78-й школе города Донецка прошли соревнования по фехтованию в категории кадеты. 15 марта в Донецке стартует соревнование по фехтованию среди кадетов, которые служат предварительным отбором для участия в первом чемпионате ДНР, запланированном на 22 марта текущего года, а затем и в финальных играх России, которые пройдут в Азове в августе. Спасибо. Докладываю, кандидат мастера спорта. Вольно! Наше будущее, это вы наша надежда. Мы должны свой город, Донецк, славить тем, своими спортивными результатами. Поэтому, в первую очередь, я хочу сказать большое спасибо вашим родителям, вашим тренерам. Огромное спасибо вам, что вы занимаетесь самым благородным видом спорта фехтовали. Несмотря на всю торжественность обстановки, присутствующие не забыли почтить память погибших героев минутой молчания. Как сообщил главный тренер Тахир Шагиев, фехтовальный клуб находится в одном из самых опасных районов нашего города, который часто подвергался артиллерийским обстрелам украинской армии. Так некоторые ребята потеряли своих родителей. Теперь секция стала для них настоящей отдушиной, а соревнование – возможностью реализоваться в спорте. И еще у нас будет встреча, хорошая встреча, в которой мы поедем в мае быстрее всего или в город Казань, один из сильнейших турниров, или в город Волгоград, которые хотели принять участие и проверять наших бойцов, которые могут дать какие-то результаты. Первое место среди девочек заняла Виктория Чумак. Среди юношей одержал победу Курпниек Данил. В это нелегкое время главной задачей удобства Курпа является сохранить этот благородный спорт в нашей республике. И сегодня эти юные спортсмены уверенно утверждают, что там вас живет. Кристина Визерова, Сергей Михайлов, Новороссия ТВ. На сегодня это все новости спорта. В студии для вас работал Сергей Михайлов. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»